Вот смотрите, я не просто где-то, а я на фоне акта проголошения на залежности Украины. Вот его, вот этот акт, вот его оригинал. Я только Алексей напомню, да, я напомню, что у нас в первую очередь радиостанция, и поэтому не все, к сожалению, не видят. Но вот Алексей Гончаренко находится в Верховной Раде, и акт о независимости Украины нам демонстрирует. А действительно Путин хочет войну прямо начать? Вы в этом уверены? Да, я лично в этом уверен. Конечно, никто не знает, только психиатры могут сказать абсолютно точно, что в голове у Путина. Я, хоть имею медицинское образование, но не психиатр. Поэтому я не знаю, конечно, до конца, но я думаю, что Путин хочет начать войну, потому что ему кажется, что это способ решения его внутриполитических проблем, которые у него сложились. Поэтому ему так кажется, он это уже не раз делал. И вот этот рецепт ему нравится. Ну, конечно, с другой стороны, он повышает ставки, он тестирует новую американскую администрацию Джозефа Байдена. То есть наверняка у него еще есть много всяких других целей, но вариант именно развязать войну, боюсь, что он тоже у него на столе. Если апеллировать к вашему медицинскому образованию, все-таки влезать к Путину в голову, это война с какой конечной целью? Хороший, опять же, вопрос. Думаю, что их может быть несколько. Цель, может быть, это вода в Крым, потому что, учитывая колоссальную милитаризацию Крыма, в Крыму не хватает воды, и там многие люди от этого страдают. Еще раз подчеркну, для граждан Крыма там воды достаточно, а вот для людей, которые живут там, а вот для тех военных баз, которые там растут как грибы после дождя, ее, конечно, недостаточно. Может быть, у него в голове и, в принципе, расчленение Украины. Возможно, у него в голове хотя бы расширение зоны контроля России в Донбассе. Поэтому я не готов ответить точно, насколько далеко простираются его планы. Возможно, ему достаточно будет одной-двух операций, там захвата, например, условно Мариуполя или еще чего-то такого. Еще раз повторюсь, в первую очередь достижения внутриполитических целей. Еще очередной раз дать вот этот имперский впрыск в кровь россиян. Алексей, ну а скажите, пожалуйста, давайте тогда, честно говоря, ну вот я вас слушаю внимательно и слушала и других, и политиков украинских, и жителей. Мы вот тут общались со слушателями. Меня это не убеждает, но это, может быть, мои проблемы. Потому что почему выбран именно этот момент? Раньше это было сделать, наверное, проще, если бы хотелось эскалировать ситуацию. А те риски, которые может нести Владимир Путин, вообще российская власть, включая санкционное давление, противостояние с Америкой, они достаточно высокие в данный период. Но можете ли вы с той же глубиной и изящностью аналитической объяснить, зачем, допустим, почему в этом заинтересованы или не заинтересованы все остальные стороны, в том числе руководство непризнанных республик, в том числе украинская власть, в том числе Евросоюз, в том числе Америка, их плюсы и минусы? Давайте все-таки тогда закончим еще раз с Путиным. Смотрите, вы говорите, мы вас не убедили, а мы вас ни в чем не должны убеждать. Нас убеждают десятки тысяч российских солдат на наших границах. Вот что нас убеждают. Эшелоны, военные лагеря, посмотрите журналистские расследования Sky News, CIT, Bellingcat. Россия стягивает войска к границе. Так это же учебник. Ну это же, хорошо, давайте это воспринимать как акту страшного. Знаете, вспоминается детский стишок про учения. Сегодня это учение, а может быть это не учение. А теперь, что касается, в любом случае, кстати, насчет того, что вы говорите, это учение. Украина вчера инициировала так называемый диалог в рамках, там есть, соответственно, Венской конвенции в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, куда одновременно Пути Россия и Украина инициировала консультации, и Россия демонстративно от них отказалась. То есть могла там выйти и сказать, это наши учения, однако они пошли другим путем. Кроме того, мы видим информпространство Российской Федерации, в котором снова появляются распятые мальчики, там убитые якобы мальчики украинскими беспилотниками. Мы слышим истерику российских пропагандистов типа Соловьева, Скобеева и прочих негодяев. Мы видим, что говорит Владимир Жириновский, который говорит, что Украина будет бомбить Харьков и Киев, ну и так далее. То есть мы видим, как опять нагнетается внутрироссийское информационное поле. Это тоже может быть не случайно. Через неделю, в понедельник, начинается сессия весенней парламентской ассамблеи Совета Европы. И российская делегация, которая так стремилась туда вернуться и снять с себя санкции, что им удалось два года назад, заявила, что она туда не поедет. Опять же, оказывается от каких-то контактов и присутствия на одной площадке. Не бояться, Алексей, вы же там как раз часто. Спасибо, мне приятно. Я вас по российским телеканалам вижу регулярно. Да, на меня господин Толстой и вся российская делегация написали целую жалобу за то, что я обижал там Путина. Но все-таки, кроме моей персоны, я думаю, что здесь могут быть и другие причины. Теперь, возвращаясь к вашему вопросу, позиции остальных сторон. Могу точно сказать об Украине. В Украине никто не хочет войны. Украина не готовит никаких операций. Хотя это наша территория, Донбасс, но на территории России об этом вообще речи нет. Но и на нашей территории, временно не нам не под контрольной Донбасса, Украина не готовит никаких военных операций. Мы за то, чтобы эта война была закончена политико-дипломатическим путем. И Донбасс и Крым вернулись под наш контроль в результате политики дипломатических усилий, а не военных. Это для нас принципиально. Здесь я могу говорить от имени всей Украины, власти, оппозиции, всех. Никто в Украине не хочет войны. А ЕС и США? Теперь, что касается ЕС и США. Ну, ЕС, я бы не сказал, что можно говорить о ЕС как в совершенно едином голосе. Мы видим, что даже в позиции Германии и Франции немножечко есть определенные различия. А ЕС, как всегда, собственно, на Украину поддержал весь цивилизованный мир. И Германия, и Франция, и ЕС, и США. Но США это делает наиболее активно и наиболее последовательно. Сегодня в Брюсселе состоятся переговоры министра иностранных дел Украины Кулебы с госсекретарем США Блинкиным, с генеральным секретарем НАТО. Янцем Столкенбергом. Поэтому мы видим поддержку со стороны цивилизованного мира и ЕС и США. Я думаю, что не повторится 2014 год со всех точек зрения. Во-первых, украинская армия совсем в другом состоянии. В целом, украинское государство в другом, слава богу, состоянии по сравнению с 2014 годом. И мир уже отошел от шока и понимает, что от Путина можно ожидать чего угодно. Поэтому действительно я думаю, что реакция международного сообщества должна отрезвить Владимира Путина, насколько это вообще возможно. Я вас спросила по позиции относительно войны именно. Никто не хочет войны. Кроме Путина. То есть эта картинка такова. Есть один кровожадный Путин, который сидит в Кремле и нацелил на вас всю мощь своих танков, пушек и прочих орудий. И есть и остальные, которые за мир. И только Путин за войну. Честно говоря, в ваших словах я как-то, знаете, наблюдаю какой-то, ну или сарказм, или какой-то ироки. Нету сарказма, и нету ронии, я логики не вижу. А я вам хочу просто напомнить, что если бы мне кто-то 8 лет назад сказал, что Российская Федерация нападет на Украину, оккупирует Крым и часть Донбасса, я бы сказал, что это сумасшедший. А за эти 7 лет у нас убили 13 тысяч человек, украинцев, граждан Украины. И поэтому о том, что вот он нацелил кровожадный Путин, он кровожадный, он нацелил, у него нет никаких стопоров, кроме страха. Боится он только силы, как силу он воспринимает только Соединенные Штаты Америки. Поэтому вот реальность такова, и здесь, к сожалению, я иронии не нахожу места. Это не ирония, нет, но просто начинался ваш 14-й год все-таки с Майдана, с противостояния между сторонниками Януковича. Это наше внутреннее дело, наш Майдан. Безусловно, безусловно. И ни одного сантиметра квадратного российской территории Украина не заняла, ни одного украинского солдата на российской земле нет. И поэтому, как у нас происходит наша внутриполитическая жизнь, это наше дело. Понятно, хорошо. Скажите, Астя, как вы прокомментируете вчерашние слова Мендель по поводу переговоров Путина с Зеленским? Возможно ли они? Песков не подтвердил, как вы знаете? Будет ли повторное обращение со стороны украинской администрации? Насколько я знаю, начиная с ноября месяца, несколько раз уже президент Украины выходил с инициативой о контакте с президентом Российской Федерации, и ни разу этот контакт не состоялся. Еще раз напомню, что я уже говорил, Украина инициировала консультации в ОБСЕ, Россия на них не пришла. Впереди есть процессия Парламентской Ассамблеи Святой Европы, Россия туда не едет. Поэтому, ну, к сожалению, с контактами сложно. Пока вместо всех контактов мы видим только движущиеся к нашим границам эшелоны с военной техникой и войсками. Алексей Гончаренко, народный депутат Верховной Рады Украины у нас в эфире. Вы сказали справедливо, что пропагандистские усилия Владимира Путина обращены сейчас против Украины. Вы можете с украинской стороны прокомментировать историю, которая у нас в нашем информационном пространстве очень активно расходится с однозначной оценкой? Вот это вот мальчик, который погиб от удара у украинского беспилотника. Что это? Как вам действует эта история? Вот уже, смотрите, даже в вашей фразе есть уже, это классический пример манипуляции, фейка, когда берется часть правды и часть неправды, и сразу соединяется в одно. Где правда? Мы к вам обращаемся. Правда, правда, украинский мальчик, потому что это наш мальчик, наш гражданин Украины, погиб в Донецкой области. Неправда, что от украинского беспилотника. Нет ни одного доказательства того, что это украинский беспилотник. Ни со стороны ОБСЕ, ни даже со стороны так называемых ДНР, ЛНР или России. Нет ни одной фотографии, доказывающей, что речь идет о беспилотнике. Нет ничего доказывающего, что речь идет о беспилотнике. Более того, по тому перемирию, которое 27 июля было заключено прошлого года и до 1 января примерно довольно неплохо соблюдалось на Донбассе, Украина не использует беспилотники. До сих пор не использует беспилотники. То есть, начиная с июля месяца прошлого года, Украина беспилотники в районе линии разграничения не использует. Это подтверждает ОБСЕ, это подтверждает специальная мониторинговая миссия. Поэтому мальчик, безусловно, погиб. Ответственность за его гибель лежит на Российской Федерации, потому что, согласно международному законодательству, оккупант несет ответственность за все, что происходит на оккупированной территории. Мы, как страна, требуем расследования этого. Более того, мы, как Украина, обратились в ОБСЕ с просьбой помочь в расследовании этого трагического случая. Поэтому вот она реальность, гибель у украинского гражданина несовершеннолетнего в результате каких-то действий на оккупированной Россией территории, которую Россия хочет использовать как определенный очередной информационный фейк против Украины. Свидетели. Вот там бабушка есть, которая покалечила. Опять же, ее комментарии, ее заявления. Насчет свидетеля и комментариев. Вот ваши коллеги с телеканала «Дождь», мне кажется, вчера или позавчера, на семилетнюю годовщину событий в Славянске нашли женщину, которая рассказывала про распятого украинцами мальчика. Да, как выяснилось, распятого мальчика, ну все знают, что там историю, кратко напомню, якобы украинские... Алексей. Конечно же, это оказалось... Вы меня слышите, да? Да, да, сейчас слышим. Все восстановилась связь. Конечно же, это оказалось абсолютным враньем, но этот фейк до сих пор ходит и живет. И более того, женщина, от которой все это пошло, живет сейчас в России, и ее вот нашел... Журналисты «Дождя» нашли ее и взяли ее интервью. Она до сих пор убеждает, что мальчик был. Поэтому насчет того, что кто-то говорит, дает комментарии, извините, на оккупированной территории, неизвестно, как она дает эти комментарии, под какими угрозами, что... Покажите доказательства, покажите остатки этого боезаряда, покажите видео про летающего беспилотника, покажите что-то. То есть ничего нет. Про Эрдогана объясните, пожалуйста, раз уж мы говорим про беспилотники. Является ли теперь Эрдоган близким другом Украины? Ну и сама Турция, разумеется. И зачем тогда беспилотники? Против кого они будут работать? Турецкие, да? Те самые. Смотрите, начать второго вашего вопроса. По этой логике можно сказать, а зачем Украине танки? А зачем Украине ракеты? Потому что, к сожалению, в мире происходят войны, и Украина с этим столкнулась больше, чем многие страны другие. К сожалению, мы потеряли 13 тысяч своих граждан и часть своей территории. Поэтому Украине нужна сильная армия. Турецкие беспилотники показали себя очень хорошо, в том числе в последних событиях в Карабахе. Поэтому очевидно, что сегодня Украине для усиления боевого потенциала нашей армии нужны беспилотники. Но это не означает, что мы собираемся на кого-то нападать. Даже сама идея, что Украина возьмет турецкие беспилотники и нападет на ядерную Россию, но она кажется абсурдной. Подождите, извините, Алексей. И очевидно. Украина возьмет беспилотники и пойдет в Донбасс отвоевывать территорию, отбирать ее у оккупанта России. Эту часть мы уже с вами обсудили. Я еще раз подчеркиваю, что Украина никаких военных операций на территории Донбасса не планирует. Украина во всех своих документах, заявлениях и, главное, в своих действиях демонстрирует приверженность политико-дипломатическому пути остановки этой войны и возвращения под контроль Украины, Донбасса и Крыма. Поэтому это очевидно. Но, конечно, Украина наращивала и будет наращивать боеспособность своей армии. Потому что жить рядом с агрессивной Российской Федерацией во главе с Путиным, для этого нужно иметь очень острые зубы и быть готовым дать сдачи. Потому что ничего другого Путин, к сожалению, не понимает. Поэтому Украина, конечно, будет наращивать. И в НАТО обязательно. Жизнь доказала нам, жизнь доказала, что это единственный способ защититься от российской агрессии. Простите, Алексей, извините. Теперь, что касается Эрдогана. Да. Что касается Эрдогана, я думаю, что Эрдоган друг Турции. И в первую очередь Турция и только Турция. И мы видели, как Эрдоган сбивает российские военные самолеты, когда ему это было надо. И мы видели, как, когда ему это было надо, проводит переговоры с Путиным и тоже решает вопросы Турции. Поэтому у Эрдогана есть один стратегический интерес, это интересы Турции. Конечно, Украина будет с Турцией сотрудничать. Это очень важная страна, наш сосед, от которого многое зависит. И поэтому для нас это важный союзник, кроме того, член НАТО, о котором вы уже вспоминали. Кроме того, мы готовим Крымскую платформу в августе этого года на 30-летие независимости Украины, в которую мы, конечно, очень хотим, чтобы Турция приняла участие. И цель которой приблизить момент возвращения Крыма под контроль Украины. Я просто минута остается. А все-таки, скажите, мне уже отвечали на этот вопрос и Дмитрий Гордон, и Михаил Саакашвили в наших эфирах по поводу минских соглашений. Все-таки их подписал Порошенко. Есть ли надежда на возобновление минского процесса? Или они похоронены, как меня убеждали, вот, вышеперечисленные украинцы? Да нет, мы готовы к возобновлению переговоров на всех уровнях. Еще раз повторю, сегодня единственный президент из нормандской четверки, который отказывается вести переговоры, это Путин. Единственная страна из всех участников, которая отказывается вести консультации в любом формате, это Российская Федерация. Подождите, сказали мне, Саакашвили сказал, Гордон сказал, они изначально невозможны были, они похоронены. И Порошенко подписал чуть ли не под дулом автоматы и в своих бизнес-интересах, будучи там партнером Медведчика и продавая в России конфеты. Саакашвили и Гордон, вы такое же мнение придерживаетесь или нет? Мухи, извините, вот в всем, что сейчас прозвучало, это называется мухи, мед, дерьмо и пчелы, все вместе. Очевидно совершенно, что нет. Господин Саакашвили, это все-таки в первую очередь грузинский экс-лидер. Господин Гордон, это журналист. В Украине живет 40 миллионов человек, у каждого из них есть свои точки зрения. Но Украина нигде не отказывалась от минского процесса. Украина постоянно инициирует встречи и работу в этом минском процессе. Украина инициировала перемирие, которое с 27 июля до 1 января практически длилось, более-менее успешно. И все это сорвала Российская Федерация. Алексей, спасибо огромное. Алексей Гончаренко, народный депутат Верховной Рады Украины в нашем эфире. Спасибо. Алексей, а можем вас на минуту, на полтора минуты, Алексей, еще оставить для Ютуба? У нас просто продолжается трансляция. Прямо тезисно, и вы вернетесь к своим поправкам. Что Украина, что Киев сейчас может предложить реально жителям Донбасса, чтобы они отказались от своих сепаратистских, ополченских настроений и вернулись к вам? Звук, звук, звук. Две части Донбасса. Первая контролируемая Украиной. Это пол Донбасса, Краматорск, Мариуполь, Северодонецк и так далее. Ну, много городов. И половина Донбасса, которая контролируется Российской Федерацией. Любой непредвзятый человек и даже жители, которые там живут, вам подтвердят, что та часть, которая контролируется Украиной, живет намного лучше, спокойнее, чем та часть, которая оккупирована Россией. Россия превратила оккупированную часть Донбасса в такой себе Сомали в центре Европы с абсолютным отсутствием каких бы то ни было перспектив у людей, у молодежи, у предпринимательства, у чего угодно. Поэтому Украина способна и прямо сейчас предложить жителям Донбасса проживание в мирной стране с безвизовым режимом с Европой, с экономическим ростом. Мы это сегодня способны им предложить и реализовать. Да, все, спасибо. Амнистия какая-нибудь? Амнистия прописана в украинских законах. Она касается тех, кто не совершил тяжких преступлений. Это все четко прописано, поэтому никто не собирается никого преследовать из тех, кто не убивал. А русский язык? По-русски можно будет говорить? Я сейчас с вами говорю по-русски из Кулара Верховной Рады. Я пока что вчера вечером, вот я сел на поезд и сегодня утром в городе Одесса и приехал сегодня утром в город Киев на работу. Могу вам сказать, что в городе Одессе в основном все люди говорят по-русски. И никто никого не трогает, никаким образом не мешает им это делать. Поэтому все разговоры, что якобы в Украине кто-то поущемляет русский язык, это все просто вранье. Спасибо большое. Спасибо большое. Счастливо. Алексей Гочаренко.